Здравствуйте! Я Анастасия Натальевича, команда городского телеканала «Первый Ростовский». Выделим главные новости недели, расставим акценты. Итак, Ростов главное – это отсутствие у Минобороны планов на дополнительную мобилизацию, повышение единовременной выплаты контрактникам до 200 тысяч рублей и встреча Росгвардейцев, вернувшихся из трехмесячной командировки на СВО. Ростов главное – это отгрузка атоммашем корпуса ядерного реактора для Турецкой АЭС, а также рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге, где Ростовская область представила свои богатые возможности и подписала соглашение о создании комплекса заводов по производству кормов для ценных рыб, выращиванию осетровых и форели и рыбопереработки. Ростов главное – это история пенсионерки, у которой телефонные мошенники забрали квартиру и деньги с общим ущербом более 4 миллионов рублей. Ростов главное – это причины очередей в автобусы западного направления, а еще проверка анонимных жалоб водителей автобусов на низкую зарплату и жесткий график работы, а также зал ожидания для малобобильных пассажиров на железнодорожном вокзале Ростов главный. Ростов главное – это не снос, а частичная разборка аварийного дома 96 на Шаумяна и поход на старый базар за продуктом, без которого каша на молоке обойдется водой. Ростов главное – это первые соревнования, открытое первенство города для юных велосипедистов и финальные соревнования спартакиады Дона по 19 видам спорта. Еще это презентация снятой ростовской командой в Таганроге художественной короткометражке «Тренер», а за окном – «Лето летнее» вплоть до Бабьева. Осенний призыв начнется, как обычно, 1 октября, а новой волны мобилизации не предвидится. Об этом заявил в пятницу на брифинге Минобороны замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цемлянский. Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет. Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе вооруженных сил, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач. Кроме того, в настоящее время значительно увеличилось и количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их своевременного оформления Министерством обороны Российской Федерации расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами. Но что касается осеннего призыва, он будет стандартным до 31 декабря. Срок службы – 12 месяцев. Отправки призывников со сборных пунктов начнутся 16 октября. Пункты дислокации подразделений вооруженных сил в новых регионах Российской Федерации – Донецкой и Луганской народной республики, Херсонская и Запорожская области – или для участия там в выполнении задач специальной военной операции – военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Единовременная выплата контрактникам и добровольцам в Ростовской области повышена. Губернатор подписал соответствующие постановления и сообщил жителям нашего региона, заключившие с 1 сентября этого года контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах России или в добровольческих формированиях на год и больше разово получат из областного бюджета 200 тысяч рублей. Василий Голубев напомнил, в области действует комплекс мер поддержки участников спецоперации их семей и работа эта будет продолжаться. Отряды росгвардейцев без потерь и раненых вернулись из зоны СВО. Их торжественно встретили на Самбекских высотах, вручив государственные награды и благодарственные письма. Сюда, на Самбекские высоты, росгвардейцы прибыли как с корабля на бал, прямо из зоны СВО в снаряжении с оружием. После трех месяцев командировки здесь их ждут близкие с флагами и слезами на глазах. У них теперь свои, так сказать, боевые задачи – встретить, обогреть и накормить. Это уже не первая командировка, и мы ждем, и мы надеемся, и мы посылаем посылки, и какие-то письма, и какие-то сердцу теплые словечки. И, то есть, конечно, ждем и снится, и переживаем, и поддерживаем в душе, и не в душе. То есть, мы очень ждем, и мы очень рады, что наконец-таки сегодня наступил этот день, этот торжественный. И мы встречаем наших героев, все герои без исключения. Ну, а героев встречают еще и с оркестром штаба Южного округа войск Национальной гвардии России. Под аккомпанемент оркестра бойцам вручили государственные, ведомственные и региональные награды. Спасибо за службу, поздравляю. С душе России! Вернулись с успехом, вернулись с победой практически. Ваши задачи выполнены. Вы считаетесь уже находящимися в отпуске. Приказ я подписал. Поэтому очень рад вас всех видеть. Благодарю командиров за то, что они смогли сохранить свой отряд. Сохранить жизнь и здоровье бойцов. И вернуться всем домой в свои семьи, в наши отряды. Спасибо за службу. Отряды вернулись без потерь и раненых. Поблагодарил Росгвардейцев и замгубернатора, вручив отличившимся благодарственные письма. Жители Ростовской области, поверьте, понимают и знают ваш вклад в обеспечение безопасности нашей страны. Еще раз поздравляю вас с окончанием командировки, выполнением всех сложных боевых задач и по поручению губернатора, вручу награды. После перерыва бойцы снова приступят к выполнению своих обязанностей. Алина Вандышева, Первый Ростовский. Фестиваль «Спорт в движении» привело в Ростове движение первых. 33 команды организации среднего профессионального образования прошли полосу препятствий. Путь первых проявили ловкость и выносливость в спортивных конкурсах и мастер-классах. Также в ходе этого фестиваля устроили акцию «Поезд пожеланий к воссоединению Донбасса и Новороссии с Россией». Ее участники написали пожелания сверстникам из новых регионов. Полоса препятствий на фестивале движения первых «Спорт в движении» не просто побежал, перепрыгнул, перелез. Тут студенты техникумов и колледжей и канат перетягивают, и гранаты метают, разбирают, собирают автомат и на скорость оказывают медпомощь. Дистанция довольно-таки интересная. В принципе, не так сложно. Сборка-разборка была, стрельба с воздушного оружия, полоса препятствий. Было интересно, силы забирают, но это очень круто. Это вообще легко. Полоса препятствий очень легкая, все очень круто, весело. Организация супер. Полоса выходит не просто спортивная, военизированная. Не помогают студентам их педагоги и наставники. Установка здесь царит потрясающе. Здесь и азарт, здесь и конкуренция. И при всем при этом, несмотря на такую разрозненность и различные представители различных колледжей, они друг друга поддерживают, они друг за друга болеют, все вместе знакомятся, общаются. В общем, своего рода очень классная вечеринка для СПОшников. Сегодня у ребят есть возможность проверить себя и свою команду на выносливость. И имя этому всему спорт. Сегодня очень такая большая идеологическая история. Сегодня вместе с ребятами, к слову, проходят испытания и их наставники, педагоги колледжей, которые показывают им, что действительно вместе команда, ребята, объединившись и поддерживая друг друга, могут многое сделать. И молодежь – это те, кому предстоит строить имя и создавать имя новой России. А еще во время спортивного праздника отправился поезд пожеланий. Эта акция посвящена воссоединению республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Гордей Марчук из ЛНР учится в Новошахтинском технологическом техникуме, состоит в движении первых. Его команда нарисовала поезд пожеланий с названием «Мы везем мир». Мысль нашего рисунка о том, что поезд, он как состав, который все вместе, они как большая семья. Это вот новые территории, которые присоединились к России, это ЛНР, ДНР, это все как большой поезд один. Мы одно целое, мы движемся по одной дороге, все вместе, все заодно. Один за всех и все за одного. Вот так вот. Это дружба, это новые впечатления. Мир, дружба, любовь. Ребята в рамках этой акции рисуют поезда. Почему поезд? Потому что это символ движения, локомотив. Мы все в движении, конечно же, мы все едины. Все наши субъекты Российской Федерации, все вместе, всегда и во всем. А закончился спортивный фестиваль дискотекой. Меняются очень резкие условия, потому что сейчас нужно танцевать, как медуза. Как медузы танцуют, как вы думаете, они вообще танцуют. Инна Билан, Первый Ростовский. К отопительному сезону Ростовская область уже готова на 90%. А об этом объявили на финальном седьмом в этом году совещании по подготовке жилфонда и объектов инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. В Целине собрали представители южных районов. Готовиться к холодам начали еще в мае. Ресурсники провели профилактические ремонтные работы на теплосетях и в котельных. Запаслись материалами и топливом. Персонал, который будет обслуживать коммунальную инфраструктуру, прошел необходимую переподготовку и повышение квалификации. Ростехнадзором по графику проведено 69 проверок таких теплоснабжающих организаций. На этом у нас работа не заканчивается. Также до конца сентября у нас будет проводиться устроение замечаемого психолога по графику. Полностью завершить подготовку к отопительному сезону планируется на этих выходных. 39 многоэтажек в центре и на западном. На сегодня без горячей воды из-за порывов при гидравлических испытаниях теплосетей. Большинство обезвоженных домов завязаны на дефект на Шаумяна-88. Как идут восстановительные работы, наша съемочная группа увидела вместе с представителями МинжКХ и администрации города. Дом номер 130 на Горького, без горячей воды, несколько дней. Но ремонтные работы еще не начались, хотя спецтехника и мастера на месте. Причина банальна – припаркованные автомобили. Этот черный внедорожник оставили без телефона, и сотрудникам МинжКХ и администрации города остается только заглядывать в него и надеяться на приход хозяина. Проблема эта не разовая, она типична для центра Ростова. Устранить порыв можно быстро, но долго до него добираться, рассказывают сотрудники ростовских теплосетей. А это уже улица Шаумяна. Здесь во время гидравлических испытаний случился порыв у 88-го дома и ликвидация последствий в самом разгаре. На Шаумяна, 88, где мы находимся сейчас, без горячего водоснабжения находится 27 многоквартирных домов. Дефект выявлен на тепловых сетях диаметром 200. На улице Максима Горького – 130. Это один многоквартирный дом. Там на тепловых сетях выявлен дефект диаметром 150. После сварочных работ и заполнения системы в этих двух точках горячего водоснабжения восстановят до начала октября. В целом, в центре и на западном без горячей воды на сегодня 39 многоэтажек. С дефектами работают 6 бригад. Это 25 человек. Все необходимые материалы спецтехника у них есть. На западном гидравлические испытания на теплосетях выявили дефекты на 2-й Краснодарской и Содружество. У нас было отключено горячее водоснабжение в порядка 110 многоквартирных домах. В настоящее время все восстановлено. Теперь на 2-й Краснодарской и ростовские тепловые сети благоустраивают территорию. Отопительный сезон везде начнется вовремя, уверяют городские власти. Рисков срыва на сегодня нет. Елена Ребжанова, Юрий Лешко, 1-й Ростовский. Корпус ядерного реактора отправил «Атамаш» в Турцию для первой в этой стране АЭС. И отгрузка эта была рекордной. В чем суть этого рекорда и как выглядит реактор в 320 тонн весом, сейчас посмотрим. Плакат «Ответственность за результат» висит на «Атамаше» не просто так. Завод отгружает уже пятый корпус ядерного реактора за год. А это действительно выдающийся результат. Абсолютный рекорд атомного машиностроения за всю его историю. Изготовили этот агрегат для энергоблока первой в Турции АЭС «Акую», которая строится по российскому проекту и в итоге будет давать десятую часть нужной стране электроэнергии. Работа шла три года и все это время была открыта для партнеров. Они действительно приезжают, они живут здесь. И это же цикл, вы понимаете, реактор делается три года. То есть они фактически проживают на территории Волгодонска или любой площадки, где происходит изготовление оборудования, и надзирают за ним. И здесь у нас нет от них тайн, потому что тайны или какие-то недомолвки, они всегда рождают недоверие. А наше оборудование такой истории не терпит. Турецкие партнеры поздравили Атамашуса в виде обращения. По традиции вынесли фотографию нового корпуса, символически подписали, и трак с агрегатом выехал из цеха. Дальше он отправляется на спецпричал. Оттуда на барже пройдет 3000 километров до Турции. Последние дни для завода выдались праздничными. Отметили день машиностроителя. Теперь это рекордная отгрузка. А 28 сентября Атамаш будет отмечать день атомщика. Самый лучший пример высокотехнологичного экспорта. То есть наша российская продукция, наша ростовская продукция, ростовская область, конкурентоспособная, на мировом рынке, востребованная, качественная. Это еще одно этому подтверждение. Нам это очень важно, потому что это развитие города Волгодонска, это развитие нашего машиностроения, и это сохранение нашего экспорта, сохранение партнерских связей с теми странами, которые дружески относятся к нашей стране. Атамаш производит реакторы для Индии, Китая, Турции, Египта. Совсем скоро начнется работа для венгерского проекта АЭС. Длина такого агрегата 13 метров, диаметр 4,5, вес 320 тонн. На АКУЮ будет 4 энергоблока с российскими реакторами. Мощность каждого из них – 1200 мегаватт. При каждой отгрузке завершающим этапом становится групповой снимок на фоне реактора, который вот-вот отправится в путь. Даниил Мершниченко, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. Комплекс предприятий по производству кормов для ценных рыб, выращиванию форелей, осетровых и переработке рыбы создается в Ростовской области. Соглашение об этом подписано в Санкт-Петербурге на Международном рыбопромышленном форуме. Делегацию нашего региона возглавил Василий Голубев. Больше 2 миллиардов рублей вкладывает в новые рыбные производства в Ростовской области компания «Экодон». Соглашение о реализации трех инвестпроектов подписано в присутствии губернатора на площадке Международного рыбопромышленного форума в Станкт-Петербурге. Ростовская область остается лидером на юге России по производству рыбной продукции в аквакультуре. И самое главное, что мы сегодня переходим, очевидно, к переработке. То есть от кормов до переработки, то есть полный законченный цикл, значит, так называемая добавленная стоимость останется у наших предпринимателей, и бюджет и регионы, и муниципальных образований будет пополняться. Завод кормов для ценных рыб мощностью 30 тысяч тонн в год строится в Азовском районе. Плюс хранилище для сырья, силостные емкости, склады. Производственные линии уже монтируют оборудование самое современное. Азовские корма будут идти на внутренний рынок и в страны ближнего зарубежья. Форели осетров будут выращивать в Каменском и Азовском районах. Там осовременят и расширят готовые мощности. У форелевого завода в хуторе Волчинском четыре цеха – инкубационные, два личиночных и мальковый. Сейчас достраиваются товарные блоки для подращивания молоди. Инкубационные и мальковые цеха осетровых пород в хуторе Новоалександровском. Форелевское хозяйство – 70% готовность по Каменском районе и по Азовском районе примерно 80% готовность. Я думаю, мы в 2024 году три проекта мы закончим и один проект останется в 2025 год. Переработка этого. Осетровых планируют выращивать 500-600 тонн в год, форели – 3000 тонн. Это направление новое – выращивание ценных пород рыбы осетровых, форели. И достаточно просчитывается рентабельность производства, поэтому активно бизнес вкладывается. Но наша поддержка, как сказал Василий Юрьевич, тоже будет присутствовать. Перерабатывать рыбу будут также в Азовском районе. К строительству завода приступят в 2024-м. Его мощность – 60 тонн готовой продукции в сутки. Новые предприятия дадут региону 380 рабочих мест. Правительство Рософской области наверное лет 8 точно, а может быть и 9, по-прежнему поддерживает из регионального бюджета тех, кто работает сегодня в этой вот аршиве. Мы сохраняем поддержку, она для нас актуальна, ну а бизнес реагирует к созданию вот таких производств, которые сегодня мы показали министрам. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев с утра осмотрел Донскую коллективную экспозицию форума. На площадке в 140 квадратных метров продукция рыбоводства и переработки. Тут и осетров можно увидеть, и лещей, и раков с крабами, и много чего аппетитного еще. Основная задача – показать инвестиционный и экспортный потенциал региона. В деловой программе донских участников Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, встречи и переговоры по расширению экспорта и насыщению рыбной продукции внутреннего рынка, обновлению рыбопромыслового флота и развитию логистической инфраструктуры. Мария Индрикова, Валентина Малащицкая, Андрей Токарев, Первый Ростовский. И вот что еще расскажем далее. Ростов-Главный – это история пенсионерки, у которой телефонные мошенники забрали квартиру и деньги с общим ущербом более 4 миллионов рублей. Ростов-Главный – это причина очередей в автобусы западного направления, а еще проверка анонимных жалоб водителей автобусов на низкую зарплату и жесткий график работы, а также зал ожидания для маломобильных пассажиров на железнодорожном вокзале Ростов-Главный. Ростов-Главный – это не снос, а частичная разборка аварийного дома 96 на шаумяна и поход на Старый Базар за продуктом, без которого каша на молоке обойдется водой. Ростов-Главный – это первые соревнования, открытое первенство города для юных велосипедистов и финальные соревнования спартакиады Дона по 19 видам спорта. Еще это презентация снятой ростовской командой в Таганроге художественной короткометражки «Тренер». А за окном – лето летнее вплоть до Бабьева. Ростовская пенсионерка стала очередной жертвой мошенников. Она потеряла больше 4 миллионов рублей и квартиру, к тому же набрала кредитов. Все подробности этой истории в недельной сводке ростовского городового у Инны Билан. Также я расскажу о двух ДТП с пешеходами, нарушившими правила и пожилом распространителе героина. Деньги и квартиру отдала мошенникам ростовская пенсионерка. 73-летней женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил «С ваших счетов снимают деньги». Потом перезвонил якобы следователь и проинструктировал, как эти деньги спасти. А дальше, говорит потерпевшая, все как в тумане. Все кредитные деньги она отдала аферистам. Когда сбережения пенсионерки и кредиты закончились, мошенники решили забрать последнюю квартиру. Запугав женщину тем, что под ее квартиру неизвестные взяли крупный кредит, сказали, спасти жилье можно только перепродажей. Предложили схему «Продаешь квартиру, деньги перечисляешь на определенный счет и после этого возвращаем квартиру в собственность». Потом выставили квартиру на продажу, риэлторы посмотрели, я дала согласие, было произведено предварительное, заключен предварительный договор на продажу и через два дня мы ее продали. Я получила деньги и точно так же сдала в банк. Очнулась пенсионерка только тогда, когда ей позвонил счастливый обладатель ее квартиры и спросил, когда собираетесь съезжать. Обманутая женщина отправилась в полицию. Общая сумма ущерба больше 4 миллионов рублей, 250 тысяч личное сбережение, 600 тысяч кредиты и 3 миллиона 300 тысяч квартира. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут. 29-летний пешеход попал в больницу из-за того, что переходил улицу в неположенном для этого месте. ДТП случилось на проспекте с тачки, хотя рядом был регулируемый переход и светофор в нужном ему направлении угорел красным. Водитель на Киа такого маневра не ожидал и пешехода сбил тот в больнице. Пешеходу в Покровском Неклиновского района повезло меньше. Он погиб под колесами Ниссана. 35-летний мужчина шел по дороге, хотя тротуар был рядом и шел не прямо, периодически меняя траекторию движения. В какой-то момент его путь пересекся с кроссовером. И это была его последняя встреча. Мужчина скончался до приезда скорой. Распространитель героина задержан в Ростове с поличным полицейскими собакой. По оперативной информации у него дома изъято три десятка полимерных свертков с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Экспертиза показала, это героин общей массой больше 70 граммов, что считается крупным размером. За незаконное производство и сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. 62-летнему мужчине грозит до 20 лет колонии. Хотя ему это не впервой. Он уже неоднократно судим, в том числе за наркотики. На этом у меня все. До встречи. Жалобы на очереди в автобусы западного направления появляются в сети. Горожане пишут, интервал между рейсом и большой, а вместимость автобусов маленькая. В этом ли причина столпотворения разбирается городская администрация. На часах 6 вечера у конечной автобусной остановки центральный рынок в направлении западного скопления людей. Хотя автобусы вроде бы идут как карусель один за одним довольно быстро, но в сети появились жалобы. Интервал между рейсами большой, а влезть в салон трудно. Разбираться с претензиями на место приехали директор департамента транспорта города и гендиректор муниципальной компании перевозчика. Вы можете сами постоять посмотреть, когда очередь движется, заполняются все сидячие места и очередь замедляется. Далее пассажиры, те, кто хотят уехать сидя, остаются и ждут следующего, потому что интервал 4-5 минут, а кто хочет проходит вперед. То есть очередь создают те, кто хочет ехать сидя. Вот подъехал 16-й, кто хотел, вошел в него и автобус уехал полупустым. А столпотворение не рассасывается, наоборот, становится все больше и пассажиры не отрицают. Им нетрудно подождать еще несколько минут, чтобы проехать путь домой комфортно на сидении. Сколько ждете автобус? Только подошла. Пропускаю этот и следующим поеду. Просто далеко ехать и сидеть. Нет такой очереди, как было раньше. Не полная заполняемость. Даже вчера ехала, была половина автобуса. И уже там подсели на дружинников. Сколько приходится ждать? Минут пять. По загруженности в последнее время гораздо свободнее стало. В очередях меньше можно стоять на остановочных комплексах. Удобнее гораздо. Тем не менее, проблему нехватки транспорта на линиях в администрации города не отрицают и активно пытаются ее решить. Мы увеличили количество подвижного состава на маршруте 71. Мы увеличили количество подвижного состава на маршруте 16. Увеличиваем подвижной состав на маршруте 34. На сегодняшний момент принято решение о увеличении класса на особо большой части автобусов маршрута номер 16 и маршрута номер 71. Также директор Дептранца рассказал о дефиците водителей машины есть ездить некому. И этот вопрос тоже пытаются решить вводя новые льготы сотрудникам. Сейчас водителя муниципального перевозчика например готовы предоставить служебное жилье. Дарья Лисицкая Владимир Савилов Первый Ростовский. Анонимные жалобы на условия труда водителей автобусов появились в сети. Одни недовольны зарплатой другие жестким графиком. Представители городской администрации проверили факты это или слухи пообщавшись с водителями на линии. И вот что услышали. Это конечная остановка общественного транспорта ГПЗ-10. Здесь водители делают паузу между рейсами. Для Виктора Емельянова место уже как дом родной. За рулем автобуса он не первый год. Говорит видел всякое и зарплаты падали и устаревший транспорт не радовал. Но нынешние условия работы лучшее из всех какие он застал. Тяжеловато конечно работать потому что рано встаешь поздно ложись а так в принципе все устраивает все нормально. А заработная оплата вас устраивает? Ну устраивает но хотелось бы конечно побольше но устраивает. Где сейчас в принципе и такую найдешь работу в принципе нормально. И другие опрошенные водители не жалуются. Рассказывают перерыв между рейсами хоть и небольшой всего 4 минуты его вполне хватает ведь все необходимое рядом. Утром само собой в час пик ну не хватает нет времени. А вот днем уже когда есть время постоять спокойно вот пошел взял чай себе покушать взял. Какие-то может быть жалобы есть? Абсолютно условия труда устраивают автобусы новые появились. Поводом к такому опросу стали появившиеся в сети анонимные жалобы водителя автобусов на низкие зарплаты и тяжелые условия труда. Пообщаться с водителями на эту тему приехал директор департамента транспорта и рассказал транспорт обновляется для водителей шьют корпоративную форму в которой комфортно и летом и зимой а оплата труда только растет сейчас это от 40 тысяч рублей и выше. Работа общественного транспорта города Ростова на Дону администрации города поставлена на особый контроль. Мы выполняем на сегодняшний момент функцию перевозчиков по всем маршрутам. У нас работают 12 компаний. Две компании, которые перевозят 50% всех пассажиров это муниципальные компании. На сегодняшний момент мы с вами проверили одну из муниципальных компаний спросили честное мнение и мнение водителей. Все водители остались довольны заработной платы. А в числе льгот для водителей общественного транспорта директор департамента назвал ежегодную возможность бесплатно съездить на Черное море по профсоюзной путевке. Дарья Лисицкая, Александр Осняч, Первый ростовский. Первый в области зал ожидания для малобавильных пассажиров открыт на железнодорожном вокзале Ростов-Главный. В специальном пространстве учтены все потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. сотрудников оборудована станция зарядки электроколясок. Есть табло с расписанием поездов и индукционная петля, усиливающая звуковое оповещение на вокзале. Опорные скамейки и диваны в зале с выдвижными подставками для ног. И находиться в этой комнате можно с собакой поводырем. Здесь сегодня представлен центр содействия мобильности в рамках открытой зоны для маломобильных пассажиров, как колясочников, так и для слабостыщих пассажиров. Также с нарушением опорно-двигательного аппарата для того, чтобы здесь уже пассажиры наши могли комфортабельно в ожидании поезда провести время. Я думаю, конечно, будет полезен, удобен, потому что много инвалидов ездят на реабилитации, на лечение, также спортом и путешествуют, поэтому это очень актуально. Ждать поезда в новом зале могут и пассажиры с детьми. До конца года подобные пространства появятся на 23 железнодорожных вокзалах страны. Аварийный дом номер 96 на Шаумяна не сносят, а частично разбирают, заверяют в городской администрации. И делается это аккуратно, чтобы объект культурного наследия, в отношении которого введен режим ЧАЭС, не обрушился полностью. Хочу отцитировать Ивану, что на данном здании снос не будет проводиться, проводится ручная разборка урожаемых спортом в рамках проведения перечерных мероприятий. И так аккуратно, буквально по кирпичику, разберут только третий и второй этажи самого аварийного литера 96-го дома по Шаумяна. А первый оставят, чтобы максимально сохранить это историческое здание, заверяет исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО и ЧАЭС Александр Наумов. Сносить объект культурного наследия регионального значения по закону нельзя. Но нужно остановить саморазрушение. Здание 1907-го года постройки в 2020-м признано аварийным и подлежащим реконструкции. А в июле еще и обвалился его угол на всю высоту. Тогда был введен режим ЧАЭС, началось расселение. Сложности возникли только с одним жильцом. В настоящее время только один мужчина, этот Муравьев, остался здесь проживать и не выполняет требования предписаний, которые выдавались администрации Ленинского района. Ну, тем самым он создает угрозу жизни на себе и, скажем, провоцирует на неправильное действие. Сейчас пенсионер Александр Муравьев перебрался в покинутую прежним хозяином комнату в той части здания, где не ведутся работы. Хотя ему не раз предлагали переехать в маневренный фонд. На выплату он тоже не соглашается, считает ее недостаточной. В настоящее время администрация Ленинского района инициировано исковое заявление о его переселении в благоустроенное помещение маневренного фонда, а администрации города инициировано исковое заявление о выкупе его жилой комнаты. Между тем, на данный момент город выкупил у собственников в аварийном литере 15 помещений из 29. С остальными процесс идет. Демонтаж опасных элементов дома начался 23 сентября и продлится до середины декабря. Юлия Сурикова, Сергей Вишняков, Первый, Ростовский. Вот что в нашей программе будет дальше. Ростов-Главное – это поход на Старый Базар за продуктом, без которого каша на молоке обойдется водой. Ростов-Главное – это первые соревнования, открытое первенство города для юных велосипедистов и финальные соревнования Спартакиады Дона по 19-й видам спорта. Еще это презентация снятой ростовской командой в Таганроге художественной короткометражки «Тренер». А за окном лето – летнее, вплоть до Бабьева. Механизм посудомойки разоблачен и автор открытия утверждает, что работает эта техника не на воде, а на котятах. Да-да, вы не ослышались. В этих трудях наш корреспондент Дарья Лисицкая заметила через интернет и сейчас расскажет, что еще удивило, возмутило и повеселило ростовчан в сети. Еще горожане обсуждали, как чудом разминулись на переходе пешеход и не сбавляющий скорости автомобиль. Шаман ворвался с песни «Я русский» в украинский телеэфир, а по Волгодонску бродило стадо коров и коз. Для начала порция адреналина. Этот момент можно назвать по закону грубейшим нарушением правил дорожного движения, а по впечатлению вторым днем рождения пешехода. Тут и без слов ясно, кто не прав – идущий на зеленый свет или летящий без тормозов на красный. Но комментаторы в сети почему-то разделились на два лагеря. Конечно, одни осуждают водителя, а другие считают, что пешеходу не мешало бы смотреть по сторонам. И, к моему сожалению, восторгаются вождением. Даже называют нарушителя профессионалом, который на такой скорости мог объехать пешехода и удержать машину. Интересно, что бы они написали, если бы также объехали их? Шаманство не иначе. В сети появилось видео, где вроде как в украинском телеэфире вдруг появляется шаман с песней «Я русский». Это что такое? Шаман на нашем телебачене. Этот пост уже в первые минуты собрал десятки комментариев. Одни шутят. Наконец-то там музыку хорошую послушают. А кто-то считает видео подставой. Иначе как? Смотревшие телевизор сняли на телефон случайный момент хакерского взлома. В Ростове дикие кабаны, волгодонские, домашние коровы и козы. Животные продолжают обживать города. Целое стадо домашних рогатых нашло в пастбище возле многоэтажки и парковки. Ну это же чьи-то, это же, ну нет. Где-то и пастуха же нет, глянь, что делают. Оптимисты в комментариях отметили, раньше стада в городе была норма и что тут вообще такого? А другие не менее позитивно настроенные. Горожане считают, что животные таким образом пытаются помочь властям в борьбе с амброзией. Ах, вот как на самом деле работают посудомоечные машины, удивляется автор этого поста. Комментаторы прозвали котят, трудяк, майдодырчиками и заметили, итог их стараний в разы чище, чем тот, что получается после посудомойки. И на этом у меня все. Спасибо, Даша, а мы продолжаем. Встать в 4 утра и управиться по хозяйству, подоить коров, разлить полученный продукт постелинным бутылкам, а потом еще проехать два десятка километров, чтобы к 7 утра на прилавках Старого базара стояло свежайшее молоко, которого ждут постоянные покупатели. Как проходит утро продавцов и по совмещению фермеров, узнала наш Старобазарный корреспондент Лидия Романченко и еще много чего о молоке. Что у коровы на языке, то и в молоке твердит народно-фермерская мудрость. Ею на Старом базаре делятся бесплатно. Сколько придется заплатить за литр молока? Сейчас расскажу. Ну а для разогрева поделюсь любопытной статистикой Яндекса. Хвалить нельзя пожаловаться. Где в этой фразе ставить запятую, когда речь идет о ресторанах и кафе, пользователи давно определились. Пятерок в отзывах пять с половиной раз больше двоек. При этом свое фи общепету высказывают аргументированно. Негативные отзывы в два с лишним раза длиннее позитивных 153 символа против 69. Кофейни ценят за уют и возможность посидеть и поработать, а ругают за медленное обслуживание. Столовые хвалят за хороший выбор блюд и большие порции, а не нравится в них недостаток мяса, блюдах и неприятный запах. Суши-бары оценивают на пятерку за свежесть еды и акции, а неуд ставят за невозможность дозвониться. Фастфуд любят за удобство расположения и сытность, а недолюбливают запутанницу в заказах. Пиццерии отличились наличием детской комнаты, но в них слишком долго готовят. В ресторанах людям нравится подача блюд и вежливость персонала, из минусов проблемы с бронированием и большие счета. А в барах ценят музыку и атмосферу, испытывая проблемы с поведением охраны и посетителей. К таким выводам пришли специалисты Яндекса, изучив 37 тысяч комментариев. А мы теперь присмотримся к базарной молочной статистике. Хочешь молока, держи корову, так говорили раньше. Сейчас добыть домашнего молока гораздо проще, достаточно заглянуть на рынок. В магазине вы такого не найдете. Наше молоко деревенское домашнее отличается от магазинового более натуральным вкусом и вообще натуральным производством. То есть подоили коровку, его остудили, налили в новые бутылочки, привезли. Привозят молочко двух видов, то, что надоели утром, и вечернее. Последнее, как правило, жирнее. Его видно по более толстому слою сливок после отстоя. Среднее 3,8 домашнего 4,2 вот так бывает даже. Если хорошая коровка, 4,5. Зависит все, чем покормишь коровку и подоишь. Народная поговорка, что у коровы на языке, то и в молоке. А в молоке витаминов и минералов хватает, но особенно оно ценно белком и кальцием для здоровья костей, мышц и нервов. Главное, чтобы нервы не сдавали у продавцов, которым удается держать цены годами. Уже остаются самые выдержанные, те, которые держат хозяйство. Цена 80 рублей литр, 120 рублей полтора литра. Покупатели довольны. Остались тоже покупатели самые выдержанные, те, которые ходят по многу лет, уже знают продукцию и любят центральный рынок, ходят сюда. На 10 девчонок по статистике 9 ребят, но это в песне. А бычков в донских хозяйствах заметно больше коров. 370 против трех сотен. К первому сентября их как раз пересчитали специалисты Ростов-Стата. А много ли коровы дают молока? По свежим подсчетам статистиков, за первые полгода 2023-го надоели 747 тысяч тонн. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, есть рост, но он не превышает и половины процента. В общем, стабильность во всем. И напоследок, купив молоко в пластике, дома его лучше перелить в стекло. На долгое хранение можно прокипятить. Некипченое быстро скиснет до простокваши, что, в общем-то, тоже неплохо. На этом у меня все. До встречи. Спасибо, Лида. Новая трасса для велоспорта BMX открыта на Гребном канале. Ее можно назвать уникальной для всей страны и принимать она сможет самые серьезные соревнования. Ну, а пробными стали заезды юных велосипедистов в открытом первенстве Ростова. Около сотни юных велогонщиков из Ростова, нашей области и Краснодарского края так же, как эта пятерка, стартовали на новой трассе для BMX-гонок на Гребном канале. Она принимает первые соревнования. Открытое первенство города – классик. Я, как тренер, очень довольна. Площадка очень довольна. Это действительно тот уровень, международный уровень, который позволяет принимать спортсменов не только с России. И даже вот здесь, в Ростовской области принимать соревнования лучше всероссийского уровня, чем где-нибудь там на севере, на холоде. Здесь у нас край позволяет для таких соревнований. Это здорово. На следующий год, на 2024, уже есть пожелания и Всероссийской Федерации, и сборной команды России о том, чтобы провести здесь несколько сборов нашей сборной России, и второе, провести здесь всероссийские соревнования. Это Кубок России, этапы Кубка России. И даже чемпионат России. Поэтому уверен, что эта трасса будет пользоваться большой популярностью. Эта трасса первая не только в городе, но и в области. И всего вторая в стране. Такая есть только в Саранске. Одновременно с созданием трасс в Ростовской спортшколе открыли отделение велоспорта. И желающих масса. Уже принято 180 детей. Мы замечаем, особенно в последние годы, что среди ростовчан вообще появилась такая особая, можно сказать, любовь к велосипеду. И, наверное, этому способствовало то, что мы в городе открыли велосипедные дорожки, появился этот объект, появились другие спортивные объекты, которые позволяют всем ростовчанам, независимо от возраста, реализовать свои возможности. Ну, а что касается первых соревнований на новой трассе. У ростовчан в разных возрастных группах шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Георгий Тюрин, Андрей Токарев, Первый Ростовский. Классический волейбол, плавание, настольный теннис и легкая атлетика, шашки, шахматы, уличный баскетбол, гири и армрестлинг, ГТО и перетягивание каната и совсем уж экзотика, рыбное ловле, соревнования спортивных семей и фланкировка «Казачьей шашкой». Так разнообразна программа «Спартакиады Дона», финалу которой дал старт губернатор на Гребном канале. Фланкировка «Казачьей шашкой» – самая нестандартная из 19 видов спорта «Спартакиады Дона». Одна из участниц финала, 14-летняя Арина Муркалова из Азова, пришла в военно-исторический клуб по совету бабушки и, как говорит, полюбила фланкировку не меньше танцев. «У меня пошла бабушка петь, и меня подтянуло, я пришла, занимаюсь где-то уже 4-5 лет, лет так». «Училище до революции, в каждом училище, в каждом кадетском корпусе танцевали, кадеты танцевали, а танец помогает расслабляться, а боевой пляс казачий – это боевой пляс, это разминка боевая, поэтому казаки у нас танцуют и рубят, и фиктуют». «Давай! Давай-давай-давай!» «Стоп!» «Самых сильных выбирают в армрестлинге, перетягивании каната и гиревом спорте, а самых метких – в дартсе. Новочеркасск выставил команду «Невза» – победителя заводских соревнований. «Предложили, я не играла профессионально. Вот предложили весной пойти поиграть, и мы пошли, и командой выиграли. И я была не худшая в команде». «Вот как вы думаете, почему должны вот такие спортакеалы?» «Молодежь смотрит, как мы работаем, в то же время занимаемся спортом. Мы прививаем любовь к спорту». Василий Голубев дал старт финальным соревнованиям и поболел за участников на разных площадках, а где-то примерился к снарядам и сам. «Молодежь!» 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 На финал в Ростов приехали победители муниципальных и зональных этапов. А вообще в спортакеаде Доны в этом году поучаствовали 40 тысяч человек. «Интерес спорту в физкультуре в Ростовской области очень высокий. Сегодня почти половина жителей Ростовской области занимается спортом, физической культурой. И наша задача двигаться вперед, а значит создавать новые условия, в том числе инфраструктуру спорта. За последние пять лет, только пять лет, порядка 285 объектов появилось на территории Ростовской области». В 19 видах спорта, а тут еще плавание и легкая атлетика, настольный теннис и мини-футбол, волейбол и уличный баскетбол, шашки и шахматы, ГТО и рыбная ловля разыгрываются 258 комплектов медалей и 38 кубков. Мария Индрик, Андрей Токарев, Первый Ростовский. Фильм «Тренер» презентовали в Ростове. Это не одноименная история Данилы Козловского, а футбольным тренеры это новая короткометражка, снятая ростовскими киношниками в Таганроге. А тренеры юных яхтсменов и необходимости сделать не выгодный, а правильный выбор. В сентябре в Тагане пройдет чемпионат страны. Кто их тренировать будет? Да и поймут ли они меня, как думаешь? Смотри, сын, тебе решать. Если ты из десятка балбесов нормальных людей сварганишь, счастье будет у сотни. Родных, близких. Уйти туда, где лучше тебе или остаться там, где ты можешь делать лучше другим. Такой выбор встает перед тренером детско-юношеской спортивной школы Таганрога. Бывший яхтсмен-олимпийц, играет которого актер Евгений Климанов, накануне чемпионата России получает выгодное предложение от олигарха возглавить коммерческую команду. Я не только начальник этого человека, но мне кажется, что мы товарищи с ним. То есть, вот так, я не знаю, вы посмотрите, будет это видно или нет, но мне кажется, мы вот так вот общаемся, как два товарища. И я очень переживаю за то, какой выбор он сделает. На презентацию исполнитель главной роли не приехал, прислал видеооткрытку. Из-за него о его герое рассказывают другие. В роли директора спортшколы дебютировал журналист Владимир Добритский, у которого в портфолио несколько яралашевских скетчей. Дебютант и режиссер короткометражки Анастасия Клинкова. В фильме узнаются спортшкола номер 3, набережная, Богудония, Таганрогский залив и ростовские актеры, например, Николай Ханжаров. Он сыграл отца главного героя, который сталкивает сына с самим собой. Вроде бы такого простого, почти браконьера вне закона человека и наделил его мудростью истинной, которую не получишь в университетах, который говорит самые нужные и верные слова в этом фильме. Верные слова как направление помогают тренеру принять правильное решение и сделать юных воспитанников чемпионами. Кино для нас представляет очень большую ценность даже и для экономики. Я как министр экономического развития говорю, что это часть креативной индустрии, отрасли креативной индустрии. Безусловно, это может не только давать массу положительных эмоций и воспитание подростков под оставшим поколением, создавать хорошие эмоции для взрослого поколения, но и эта отрасль экономики во всем мире она способна генерить очень большие финансовые потоки, соответственно, приносить прибыль и экономике, соответственно, и налоги государству и давать место для работы с огромным количеством талантливых людей. Появление таких продуктов, как фильм «Тренер» это лучше любых проектов, показывает потенциал наш в кинопроизводстве. И на самом деле, чем больше таких картин будет появляться, тем больше профессиональное сообщество будет видеть и узнавать, что здесь можно снимать хорошее, добротное, качественное кино. Кинопроизводством занималась ростовская компания «Ньюфильм Продакшн» и холдинг «Евромедиа» при поддержке Института развития интернета. В дальнейшем 25-минутная короткометражка может обрасти продолжением и вылиться в многосерийный фильм, если будет финансовая поддержка. А число просмотров в сети уже перевалило за миллион сто тысяч. Роксана Базазян, Андрей Тукарев, Первый Ростовский. Погодная картина, по мнению синоптиков, изменится только к концу следующей недели, а значит выходные нас ждут в солнечно-ветренном плане близкие к идеальным. Градусы, метры в секунду и миллиметры ртутного столба уточнит наш метеокор Дина Горбачева. Ростовчане, всем привет! У всех у нас на следующей неделе появится возможность загадать желание. И не одно. Астрономы обещают мощный метеорный поток с 6 по 10 октября. Его пик придется на ночь с 8 на 9 число, а наблюдать специалисты за ним советуют с возвышенности, где-то вдали от городских огней и начиная часов с 10 вечера. А я начала наблюдать за прогнозом на выходные заранее, сейчас вам о нем и расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok по ночам на выходных стабильно плюс 15. Не будет меняться и под успокоившийся ветер. Он будет преодолевать за секунду 4 метра. Днем в субботу 27 жарких градусов под ясным небом. Атмосферное давление чуть ниже нормы 758 мм ртутного столба. Влажность безосадочная 26%. В воскресенье она увеличится до 31%, но дождя опять же не будет. Плюс 26 покажут уличные термометры и потеря градуса обусловлена скорее всего появлением редких облаков. Атмосферное давление снизится 753 мм ртутного столба на барометрах. К понедельнику ветер притормозит до 2,5 метра в секунду, облаков в небе станет больше. Температура воздуха потеряет еще 1 градус плюс 25. Атмосферное давление останется низким 753 мм ртутного столба, а влажность вырастет 42%. Осадков в прогнозе нет. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Расставляли акценты для программы Ростов-Главная команда телеканала Первый Ростовский и я, Анастасия Натальевич. Давайте сосредоточимся на главном месте. Присылайте свои идеи, новости, фото и видео на WhatsApp. Вся информация, контакты на сайте 1Rostov.tv. И, конечно, мы есть в соцсетях, ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграме. Подписывайтесь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова